Светает. На часах начало 9-го, а во дворе дома номер 6 2-го микрорайона Южной части уже работает бригада коммунальщиков. Сразу после эти 10-минутной оперативки слесари выехали на объект. Задача, поставленная руководством управляющей компании, до конца недели раскачать все затопленные подвалы жилого фонда. Как сообщает начальник ЖЭУ Южного коммунального предприятия Виктор Шкодин, на сегодняшний день таких 4 подвала. Раскачка в них ведется ежедневно. Один трактор и бригада слесарей работают с раннего утра и до конца смены. О причинах затопления многоквартирных домов знают специалисты. Главное, как говорит Виктор Николаевич, отсутствие горячей воды в летний период времени. В течение 6 месяцев город находится без горячей воды и сети внутри домовые, они приходят в непригодность, ржавеют. Если бы они постоянно находились горячей водой, то этого не происходило. И при подаче отопления и горячей воды происходят утечки. Когда слесари приходят в подвал, первая очередная их задача не просто устранить аварию. Первое, за что они берутся, раскачка. Сейчас в данный момент раскачки подвалов ведутся и будем проводить диротизацию. Полностью от крыс, от всего, все, что есть у нас по подвалам. Есть еще одна причина затопления подвалов. И связана она уже с человеческим фактором. В частности, у нас по подвалам проходит еще подтопление за счет того, что много колодцев находится под напором. То есть, они забиты ввиду того, что тоже летом нет горячей воды. Канализационные коллекторы, они забиты между колодцами. И они забиты жиром. И ввиду этого, когда люди сбрасывают всякие бумаги, когда в туалет ходят, они забивают канализационные каналы. И колодцы наполняются водой. И ввиду этого вода откуда деваться? Она идет в подвалы. Ситуация с подтоплением может повторяться, а может и нет. Здесь уже все зависит от работы коммунальных компаний города. Если ЮКП проведет все ремонты, устранив утечки и порывы, а специалисты сетевой компании «Новая энергетика» прочистят коллекторы, ну а жители многоэтажек будут более осмотрительны и перестанут использовать канализацию как мусоропровод. Тогда подобных ситуаций и сообщений ВДС не будет. Ксения Балденкова, Сергей Чижов. Новости нашего города.